Деятельность так называемых коллекторских агентств, сотрудники которых все чаще совершают противоправные действия, должна быть регламентирована федеральным законом и лицензироваться. Такое заявление сегодня сделал на заседании коллегии генпрокуратуры глава ведомства Юрий Чайко. По его мнению, в настоящее время против тех, кто незаконным путем взыскивает долги, возбуждается слишком мало уголовных дел. Между тем, граждане нашей страны все чаще жалуются на представителей, зачастую нелегальных организаций. Владимир Кобяков присутствовал на заседании. За действиями коллекторских агентств надо усилить контроль и надзор. Уголовные дела, которые возбуждают против коллекторов, можно пересчитать по пальцам, а жалуются на них тысячи. Об этом сегодня заявили на совещании в генпрокуратуре. Деятельность коллекторских агентств. Мы неоднократно говорили о необходимости законодательного закрепления этого вопроса. Однако до настоящего времени она не регламентирована федеральным законом и не лицензируется. При этом подобные фирмы присваивают себе функции органов государственной власти, допускают иные нарушения законов. В прессу все чаще попадают истории, как коллекторы стараются выбить долги. Вот недавний случай в Нижнем Новгороде. Вся лестничная площадка, где живет Наталья Морозова, в оскорбительных надписях. А в дверях оставляют напоминание. Мол, платите по кредиту. Я Морозова даже, я даже не Гулина, я Морозова Наталья Федоровна. Если бы был мой долг, то здесь бы должно было быть Наталья Морозова Наталья Федоровна от рождения. Наталья догадывается, что коллекторы ищут ее мать, на которую и оформлен кредит. Но самостоятельно бороться с коллекторами она уже не готова. Обратилась в полицию. Там заявление приняли, но как дальше искать коллекторов? А это громкий случай в Челябинской области. Местная больница в итоге в какой-то момент осталась без телефонной связи. Сначала коллекторы донимали работающую здесь санитарку за долг в 5000 рублей. Убьем у подъезда, прибьем и в общем в таком духе. Там как рэки в 90-х годах. Вернулась домой, у меня дверь синей краски искрашенная. Вот на этой синей краске это бесит. Но затем перешли к масштабным действиям. Звонили санитарке на работу, врачам, в отделение. А в конце концов блокировали телефонную связь в медицинском учреждении. Звонил человек, предлагал нам урегулировать долговые проблемы нашей сотрудницы. Просто психологическая невыносимая обстановка. У нас медсестры работают круглые сутки. Когда телефон звенит каждые две минуты, работать просто невозможно. У нас не работают телефоны, но это большие неудобства в работе. Потому что мы не имеем возможности с другими подразделениями больниц. После огласки в прессе этой истории коллекторское агентство нашли быстро. И даже возбудили уголовное дело по статье самоуправства. Но по данным, которые привели на совещание в Генеральной прокуратуре, такие активные действия правоохранительных органов скорее исключения. В целом число зарегистрированных заявлений о преступлениях, совершаемых в процессе возврата кредитов, неуклонно растет. С 2013 года их количество превысило 21 тысячу. Однако уголовные дела возбуждаются в единичных случаях, что явно не отражает реальную картину противоправных действий. При этом в ходе надзора отменено почти 3000 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, а многие из них вынесены при наличии признаков преступления. В Генеральной прокуратуре попросили своих коллег в регионах внимательнее относиться к заявлениям о незаконной активности коллекторских агентств. Но при этом заметили, пока не будет отдельного федерального закона, следить и контролировать коллекторов будет тяжело. Владимир Кобяков, Юрий Федин, Максим Беликов, Валерий Егоров, НТВ, Москва.